В январе-августе этого года в Чувашии зарегистрировано 1014 дорожно-транспортных происшествий. Это на 16,7% ниже, чем в прошлом году. В авариях виноваты и водители, и пешеходы, которые не соблюдают ПДД. К этому можно прибавить местами отсутствующую разметку и плохую освещенность на некоторых участках дороги. Все в целом приводит к трагедии. О проблемах безопасности дорожного движения говорили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. По статистике, лидирующие позиции занимают столкновение автомобилей, а следом за ними – наезды на пешеходов. За последние 8 месяцев количество ДТП по сравнению с прошлым годом несколько снизилось. Однако работы в этом направлении еще много. Мер, которые принимает правительство республики, явно недостаточно. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние аварийности, является пренебрежение, а иногда и преднамеренное игнорирование участниками правил дорожного движения. Практически 9 из 10 ДТП совершено из-за нарушения правил водителями транспортных средств. Особую роль уделяют сейчас техническому обеспечению дорожных участков. Проведены работы по ликвидации дефектов проезжей части асфальтобетонного покрытия более чем на 207 тысяч квадратных метров. Выполнены мероприятия по установке дорожных знаков, дополнительных информационных щитов, сигнальных столбиков. Произведена замена и выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения. На аварийно-опасных участках выполнено устройство тросового ограждения с установкой световозвращающих элементов. Но если ДТП уже случилось, на первый план выходят работы медиков. Среднее время прибытия кареты скорой медицинской помощи чуть более 10 минут. Тем не менее, около 80% пострадавших не дожидаются приезда скорой. Участники аварии получают травмы, несовместимые с жизнью. С начала этого года на дорогах республики погибли около 160 человек. И хотя это несколько ниже уровня прошлого года, профильное ведомство приняло принципиальное решение. В этом году мы пересмотрели несколько систем оказания помощи от ДТП. И в основном госпитализация осуществляется в травмоцентрах первого и второго уровня, которые оснащены оборудованием, укомплектованы кадрами. И в результате нам удалось снизить смертность в стационарах до 6,5%. Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял этот вопрос под особый контроль и отметил, что всем ведомствам нужно эффективнее работать в этом направлении. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.